Всем привет! Так, вот мы добрались до сорка, уже в новом билде, в обновленном, да, скажем так, в универсальном билде, не в моем мейн, а в том самом. И что могу сказать, также только что прошел дебри в это шран, опять же с первой попытки, ну там уже, конечно, все на изи проходится. Сразу давайте к результату, вот получилось набрать 290, ну почти 3000, это тридцать пятое место. Где оно у нас? Вот оно, тридцать пятое место. Ну что, однозначно могу сказать, еще Nightblade не пробовал, точнее пробовал, один раз там пробано давно, но привыкать надо. В любом случае, Sorg самый комфортный, билд на него заходит вообще идеально, ну особенно для начинающих, я думаю будет прям топчик. Очень мало прожимать, круто, на самом деле круто. Мейн, конечно, мне привычнее, там прожимать надо значительно больше, там ротация в разы сложнее, там прям надо поддерживать тайник. Здесь все проще, TPS плюс-минус такой же, даже, наверное, в чем-то больше, особенно в групп-контенте он будет точно больше, но вот именно для соло-выживалок это прям топчик, ну не знаю, мне прям очень понравилось, то есть такие арены пробегать, это просто на изи. Мне, конечно, привычнее на сорке играть, я на нем уже сколько играю, да, и поэтому может быть тоже как бы предвзято отношусь, но результат показывает, что я прошел ее лучше всего. Да, конечно, это уже после прохождения за ДК-шку, хранителя, кого там я еще проходил, некромантом, но все же из моих впечатлений данный билд способен набрать в хорошем, скажем так, ключе, наверное, вот 295 тысяч примерно. То есть я думаю, вот эту цифру можно догнать, если прям делать все идеально. Да, пока я делаю не все идеально, есть какие-то ошибки, но я не так много ее, скажем, задрачиваю, чтобы попасть в топ, там, в самый топ-топ и так далее, но не суть. Опять же, по сету, да, мы смотрим, обновляем нашу информацию, на мне безупречный, безупречный мак, соответственно, безупречный эфир, кому как нравится, вот пять вещей. Второй сет у нас получается лазучек неустрашимых, через голову среднюю, через две бижутерии и через посох грозовой. Также у нас кольцо летного ордена и плечом тяжелое валькинскоре на пробитие. И на второй панели совершенно грозовой, ну или обычный, можно грозовой посох, вихря. То есть не принципиально, мы на второй панели находимся крайне мало времени, поэтому здесь не принципиально. Совершенно у вас или нормал, здесь прям вообще никакой разницы нет. Вы сету закончили по чемпионке, но все то же самое. Здесь, правда, у меня чемпионку я не подстраивал под данный билл, то есть у меня осталось пробитие. В итоге с таким вот пробитием, с пушкой на остроту, у меня кап по пробитию получился, если я дебафу цель. Соответственно, для групп-контента я как бы рекомендую убрать отсюда пробитие в ноль и раскидать его между этими понятиями. То есть чисто под арену, как бы, ну вот, это вот идеально, на самом деле. Получается там 18-200 как раз таки пробитие, чуть меньше. Соответственно, это прям топчик. Ну, все остальное, соответственно, 75 сюда, 75 термотур. Все остальное защитные ветки показывать не буду. Ну, в принципе, могу, быстренько промотаюсь. Я так хожу на постоянной основе, то есть у меня вот на сорке такие параметры. Так, 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 так. Ну, в принципе, все. Так, по скиллам давайте перейдем. Что я сделал, насколько тут все просто. Тут у нас, соответственно, первые два скилла, это эгида для маны и для защиты. Пассивно стоит, не мешает, не используем. Второй скилл внутренний свет. Он у нас получается, опять же, для максимального количества маны и для крита. Так, дальше я поставил стрик. В принципе, здесь свободный слот на любом. Тут мы пользуемся только, соответственно, энтропией в данном случае. Мне по ней комфортно с ней пользоваться, поэтому можете менять, как хотите, как бы под ваше сочетание. Опять же, мы используем три скилла из гильдии магов. Это вот внутренний свет, энтропия и комету. Вместо кометы можно поставить, соответственно, Атронаха. Ну, под ситуацию подстраивайтесь. Три скилла, соответственно, 6 процентов из гильдии магов для увеличения количества маны вот на 6 процентов. Также энтропию, когда мы постоянно используем перед каждой атакой, мы получаем вот бах усиления на 3 секунды. Соответственно, наша атака заходит на 40 процентов сильнее. Тоже приятный бонус. Плюс у нас стоит из классовых, почему я поставил именно стрик. В классовых тоже есть такая тема, чем больше скиллов мы используем, тем больше урона, как бы, наносим. Здесь мы используем, получается, стрик. Что-то еще. Или вообще, ну, не суть. В общем, заготовки, а тут получается, вообще, какие скиллы стоят на панелях. Окей, тут неважно. Ну, стрик добавил, на этой панели стоит, в принципе, не мешает. Может, что-то другое поставить. Это уже опять подситуативно. На второй панели у нас, ответ, у нас критический прилив сил. Основная наша хилка. Плюс дает нам великое колдовство. Также наша броняня джимбуря. Дает защиту. Плюс немножко дамажит. Поставил поток молний. Опять же, неудобно пользоваться. Вообще, вот в этом роте, ну, как бы, в данном билде он не нужен. Что-то лучше пассивное. Я не знаю, что-то, в общем, можно придумывать. Это на ваше усмотрение. Может, я добивал. Я не знаю. Что-то, что-то, короче, место-место как бы вакантное. Дальше, стихийное поглощение. Можно ставить другого морфи. Я менять не стал, потому что у меня на мейне так. Но суть к тому, что лучше поставить другой морфи. Один раз кинул и забыл на босс. Особенно удобно это на толстых мобах. И, соответственно, конечно же, дорожка. В качестве ульты стоит грозовая ярость. Очень удобно. В принципе, опять же, у меня с прошлого мейна осталось. Я не стал менять. Я ей не пользовался. Хорошая тема. Массовая аое. Самая лучшая, скажем, массовая ульта. По скилам закончили. По ротации, соответственно. Что мы имеем? У нас всегда должны быть поддержаны у нас два бафа. Если мы говорим про соло контент. Дальше мы кидаем ослабление, дорожку, энтропию хэви атака. Энтропия хэви атака. Энтропия хэви атака. И так далее. И так до бесконечности. Если мы говорим, что мы в групп контенте, нам вот это броня не обязательно бафы допустим. Нам обязательно надо поддерживать критический прилив сил. Плюс нам не надо кидать пробитие. Соответственно, наша ротация идет как баф, дорожка, энтропия хэви атака. И так сколько мы? Раз хэви атаку. Два хэви атаку. Три хэви атаку. Пока лежит дорожка, можем хэви атакить. Четыре хэви атака. Почти пять хэви атак залазит. Окей, меняем панель, дорожку, энтропия, хэви атака. Пошли раз хэви атака. И так, короче, пять раз. Все, в принципе, достаточно. Для увеличения защиты можете бафать. Раз бафать, два бафать, дорожку, энтропия, хэви атака. Все, ну, на максимально простой билд. То есть, ну, легче, я не знаю, уже не придумаешь. Разве что не на карабанте, там всего два скила используешь. Тут окей, три. Тут нам надо поддерживать критический прилив сил. Но, простите, без него никак. Это наша хилка, наша выживалка. Вот. Если мы поставим, опять же, Сорк, в принципе, может играть без кольца. В большинстве случаев контента. Поэтому можете поставить Сазанда, Михаус, там, динозавра бегающего, там, огненной пасть и так далее. В принципе, критический прилив и сил хватит для отхилов, для крупконтента. В большинстве ситуаций. Кольцо я рекомендую использовать. В принципе, я к нему очень привык. Очень крутая тема. Ну, без него я уже, как бы, не могу. Мне прям комфортно. Вот. Поэтому, вот такая сборка. Надеюсь, у вас получше что-то, может быть, доработать, допридумать, если хотите увеличить ДПС. В принципе, тут погоня за ДПС, на самом деле, никакого нет. То есть, результат показывает, что мы можем достигать довольно-таки хороших, отличных результатов, имея крайне такой, скажем, средний ДПС на классе. Ник далеко не топовый, далеко не топовый, но и не самый маленький. Но, простите, при такой легкой ротации, мне кажется, это очень хорошо. 2-3 скилла проживать и выдавать хороший ДПС. И проходить такие арены, как бы, в соло, там, довольтесь хорошим результатом. Поэтому, желаю успехов. Надеюсь, это видео вам поможет в дальнейших победах. Вот. Принесется вам кучу пользы. Вы сможете доработать, улучшить билд под себя, под строй, да, какие-то сеты поменять и так далее. Поэтому, желаю успехов. Спасибо вам большое. Пока-пока.